Мне объяснит психолог, придется обращаться к психиатру, потому что там уже затяжная эта проблема, и надо переходить на следующий этап. Мне повезло, работая с психологом почти год, я ездил, разговаривал, говорил свои ощущения, откуда берутся вот эти мысли, как они появляются в человеке зависимом. Мне объяснял уже специалист, который этому учился, и который понимает, как распознавать, где правда, где неправда. Поэтому следующая составляющая, которую я никак не ожидал, что она может как-то влиять, это социал, это жизнь, в которой ты живешь, это твои близкие, родные, которые должны тебя поддерживать. От меня, в сути дела, отвернули, что ты алкоголик, все, до свидания, у тебя там свои дружки, а у нас семья, которая здоровая абсолютно, ты отдельно, мы отдельно. Это был неправильный шаг, да, со стороны уже моей половины, да, и потом уже на протяжении, когда мы начали вместе ездить к психологу, соответственно, Машковой, вот. Она объяснила, что на самом деле ничего такого не происходит, все, что у вас произошло, это вот алкоголит. И если вы хотите его победить, то вы должны вместе работать с этой проблемой, вот. И чем теснее вы будете, соответственно, участвовать в решении этой проблемы, тем быстрее сможете ее решить. Это важно понимать, почему? Потому что мы не понимали. Даже если вот такой важный момент, который я потом себе вывел и подчеркнул, как падает настроение и, соответственно, повышается настроение алкоголика. Соответственно, исходя из той ситуации, вот у меня плохое настроение, мне нечего выпить, мне надо достать денег, и у меня будет плохое настроение, и всех я буду, соответственно, ставить на место, когда я хочу выпить. И как только, соответственно, это у меня получается, у меня настроение хорошее, все, я в позитиве, я всех люблю, у меня самая лучшая семья, у меня есть работа, у меня все есть, я в позитиве. В семье наоборот у твоих близких Почему? Потому что пока ты не пьешь У всех хорошее настроение Папа рядом, папа участвует в жизни детей Он и с женой, он все помогает, он все делает И мгновенно все в семье думают, что проблема ушла И у нас больше такого не будет И как только папа запивает и приходит даже с запахом алкоголя У всех настроение начинает снижаться Все опускаются в негатив И полное противостояние в семье начинается С зависимого человека и со зависимых членов семьи Я обязательно хочу это подчеркнуть Социальные составляющие семейные Которые могут недопонимать Почему у меня хорошее настроение, у него плохое А в другой ситуации наоборот Все очень просто, это объясняется Как раз теми последствиями употребления Для алкоголика, у которого хорошее настроение И для людей, которые с ним живут Они просто уже живут в этом кошмаре очень долго И с этой позиции Ну как-то не умеет настроить себя правильно Что сейчас человек придет пьяный Как я поступлю? То есть не готова дорожная карта и план действий Что я буду делать, если сейчас мой дорогой, любимый сынок Или муж придет опять выпивший Если есть программа, да И вы ее обговорили, будучи трезвым А решать и разговаривать о теме трезвой жизни О теме выздоровления О теме проблемы алкоголя С близким надо только, соответственно, когда он отменяемый И желательно, чтобы он пришел и сказал Да, помоги мне, у тебя есть какой-то специалист Вот, может быть мы к нему съездим В моей жизни это было И вот недавно повторилось у другого моего знакомого Кстати, закончил парень церковную школу Долгое время открыл компанию Работал в компании И потом что-то у него в жизни случилось И сейчас объясняю ему ситуацию Что да, есть такая проблема Она называется алкоголизм Ее никто не отменял Пусть она недостаточно хорошо у нас в России изучена Но она сейчас активно, соответственно, изучается И уже есть достаточное количество специалистов Которые мы можем поехать И тебе объясняют, что происходит с тобой Почему ты не можешь остановиться Почему у тебя такие продолжительные запои И буквально на прошлой неделе Или даже на позапрошлой Костя звонит и говорит Володя, у тебя там специалист был Можно к нему записаться? То есть мы с ним проговорили давно это Я уже забыл, да А где-то вот у человека, который употребляет И в конце концов он понимает, что это где-то уже в районе дна Ему плохо от этого У него цикличные вот эти процессы Напился, выздоровел, опять напился Они не заканчиваются И сам он их закончит не в состоянии Он ищет помощи Вот когда человек ищет помощи Этого момента надо, соответственно, ждать Он сам обратиться и сам проговорит В моем случае часто было так, что, соответственно, ты сам напился Ты сам эту проблему и решай То есть вплоть до того, что я сам должен был как-то, соответственно, пытаться разобраться с этой проблемой И второе похождение мое было, соответственно, в лечебное учреждение Это вплатное Получил зарплату Заплатил за, соответственно, наркологическую клинику Пролечился И только я с нее вышел Деньги немалые Я сразу же, соответственно, ушел Узапой опять Чем отличается наркология, как таковая, государственная От платной Платная это комфорт Это удобство Это обслуживание Это телевизор в палате Это чистая постель И, соответственно, полный комфорт То есть ты буквально за 4 недели Забываешь, что с тобой было Ты еле вышел из-за поля Тебе было плохо Соответственно, ты умирал Ты хотел вызвать, соответственно, на дом специалиста Чтобы тебя прокапали Вот И когда ты с этого дискомфорта Очутился в комфорте В платной цивилизованной наркологической клинике Тебе все сняли И пока ты лечился, ты все забыл Что ты 2 недели назад еще умирал Тебе было плохо Тебе было отвратительно Вот Это я не к тому, что в платные клиники не стоит ходить А, соответственно, если человек поехал лечиться Это должно быть действительно лечение Это должно сработать И оставить как минимум рубец Что это неприятно Это, соответственно, коллектив определенный Это специалисты определенные Они дотошно, соответственно, с тобой работают Спрашивают, интересуются Ты заполняешь какие-то документы, анкеты И ты должен это все запомнить Что это не должно быть комфортно Как, соответственно, многие себе представляют Пролечился в платной клинике Да, и все хорошо Нет Я хорошо сейчас помню Да, вот эту ситуацию Что Я лучше пойду в государственную наркологию Я буду понимать, что Соответственно, я заслужил Вот это лечение Я заслужил своим, соответственно Неумением держать себя И неумением контролировать себя То, что мы разговаривали с супругой Да, очень часто И сейчас разговариваем У нас в понедельник целый семейный клуб Мы проговариваем эти моменты Это говорит о том, что проблема не решена Потому что Духовная составляющая И то, что я обед дал трезвости Это тоже было решение не сразу принято Потому что я понимал ответственность Да, соответственно Теперь уже не только перед супругой и детьми Ответственность перед собой И перед Богом Что я, соответственно Хочу поддержки Дополнительной поддержки То, что я встал на трезвый путь Абсолютно точно Я, соответственно Поговорил с отцом Алексеем Который сначала Одобрил, соответственно На год или на полгода Я должен был сам выбрать Я решил на полгода Потом передумал Сказал, ну давайте на год И, соответственно Здесь, в крайнем носоколе Я принимал обед трезвости Как раз после Нового года Вот И, соответственно Ну, это для многих Ну, для меня абсолютно точно Это намного сильнее Чем, соответственно Вибуркон Или какая-то Вакцина против алкоголя Которую Кодированием называют Потому что Это поддержка И внутренняя И духовная Да, и, соответственно Вот этот год Который прошел Он, ну, просто Я воспринял Как благодать Божью Которая мне очень хорошо Помогла в жизни А можно по ходу Задать вопрос? Да, можно Да? Вот мы проскочили один момент Для меня остался непонятен Вы сказали, что Надо дождаться Пока человек сам скажет Помоги мне, мне плохо Если его близки ждут Год, пять, десять лет А он не обращается С таким вопросом Что делать? Ну, есть Хитрые, нехитрые шаги Да, и Екатерина Анатольевна Та же говорила Такие есть способы Обращаясь к мужу Да, Валер Смотри У меня есть специалист Я с ним договорилась Он готов нас принять То есть Есть такой вариант решения Но важно Когда и как Это преподнести Своему человеку Естественно Это надо Ловить этот момент И может быть С первого раза Это не получится Это надо Соответственно На протяжении Какого-то времени Подключать Чтобы под глазами У человека Постоянно была Визитка Что нас ждет специалист Вот И я проснулся Блин Кто-то ищет сразу рюмку Да А находит визитку О, блин Тут специалисту Можно съездить Это не совет Это просто Надо понимать Что с первого раза С одного разговора Это естественно Не получится Это продолжительная работа Твоих близких Это соответственно Участие Священника Духовника Может быть Знакомых Которые должны Понять Что человек болен И это даже Будет в плюсе Когда об этом Будут даже знать Коллеги на работе У меня в свое время Был такой случай Да И я не понял Действия супруги В том случае Да Потом уже Почитаю Дмитрий Девяткин Выход Здесь Как раз и заключается Если человек работает И получает И не может выйти Из запоя Он постоянно Будет пить Почему? Потому что Если у него нету денег Он возьмет кредитную карту Он будет пить На кредитную карту Деньги получит на работе Расплатится с кредитной карты В семье никаких денег По-любому не достанется Да А у него этот процесс Будет продолжаться вечно Он никогда не закончится Она позвонила И сказала моему руководителю Вы знаете Он не болеет сегодня Он пьет очень сильно И уже вторую неделю пьет После выхода на работу очередного Меня руководитель подозвал к себе Как это так Владимир Петрович Вы у нас уважаемый человек Мы вас соответственно К вам направляем людей Для проведения обучения А вы вот так подводите компанию Вот Надо вам решать вопрос Я буду Сказал мой руководитель Держать контакт с вашей супругой Если у вас это повторится Мы вынуждены будем попросить вас Это было предупреждение И я уже сам понимал Что если это повторится То Меня выгонят с этой работы И соответственно Так же я и понимал Если у меня это повторится абсолютно точно Я иду к специалисту Потому что я сам не справляюсь с проблемой И супруга у нас не справляются тоже То есть это дополнительный стимул Чтобы понимали Что зачастую один человек В семье Мама Она может не справиться С ситуацией Когда маленькому сыночку С 38 лет И она не знает Что с ним делать А он живет комфортно Я сейчас говорю про конкретного человека На даче Каждый день празднует Свою Войготную жизнь Мама привозит ему еду Мама топит печку Заготавливает ему на зиму дрова И так он будет Соответственно продолжать жить И не надо обращаться К специалисту Почему? У него все есть С этой позиции Есть тоже хороший пример Который Парень Пришел в общину И сказал Что я все понял Только тогда Когда на их родителей Не стало Что моя Такая вот Сладкая жизнь В них и была И это как раз тот случай Когда человек сам Начинает понимать Когда спасать ему некуда Когда надо кушать И готовить самому Дрова готовить самому Деньги зарабатывать самому А если ты не в состоянии Ты должен идти Обращаться К специалистам Если ты сам Не можешь справиться С той проблемой Которой в тебе сидит Простите, Владимир Еще могу Походу делать Простите, можно? А вот У вас тема Зависимость И созависимость Да? Так вот Сейчас мы заговорили О мамах А что делать С такими мамами? Дожидаться пока Они умрут? Или с ними тоже Что-то можно делать? Мы сейчас говорим О мамах Созависимых Правильно? Потому что у меня в жизни Была проблема Чуть-чуть наоборот Когда моя мама пила Я ее пускал По всем лечебным учреждениям И пытался спасти Но не было таких Замечательных общин Не было специалистов Это были ЛТП Лечебные учреждения И все Что касается Конкретного Что я могу Абсолютно точно сказать Это Вникать в проблему Изнутри То есть Нельзя поверхностно Относиться Надо обязательно Брать На вооружение Литературу Которая есть На сегодня Ее достаточно Это соответственно И Маскаленко И тот же Зайцев Который для Созависимых Очень подходит С позиции того Что нужно Знать эту проблему Досконально И Знать Какие Именно правила Применять Надо понимать Чтобы не Проблема Не зациклилась Надо Составлять Какой-то план Планчик для себя Что я Буду делать Если соответственно Произойдет Та или иная Ситуация С сыном И это Не должно Быть Заключаться В том Что я Там Где-то я Себе Нарисовал Такой Примитивный Планчик Вот Я соответственно Буду С ним Разговаривать Я Буду изучать Литературу Я буду Ходить К специалисту К наркологу К психологу А самое первое Это я Успокоюсь И буду Заниматься Своим здоровьем И своим настроением Потому что Это очень важно Почему Потому что Если я начинаю Психовать Если я начинаю Волноваться То это видит Мой дорогой сыночек Который Зачастую А мы это умеем Начинает На этом играть Он начинает Под это Займение денег Займение денег Начинает Какие-то другие Выдумывать А именно Зависимые люди Они Соответственно Очень хорошо Умеют Придумывать Такие Душесчипательные Истории Один парень Даже Вот На клубе У нас Он сказал Что Мне нужны Деньги Чтобы поехать У жены У сестры Просил Поехать Домой К маме Я соскучился По маме Вот С утра Выдал ему Денег Он поехал К маме И пропался На самом деле Цель Была достигнута Ему нужны Деньги Чтобы напиться Он напился Вот И Таких случаях Можно много Рассказывать Но Необходимо Понимать После того Как я спланировал Я сама Занимаюсь Своим здоровьем Я интересуюсь Проблемой Зависимости В семье Я нахожу Специалистов Я консультируюсь Я езжу Ни одной Консультации Это не обходится Я нахожу Семейный клуб Сейчас семейных клубов Наших Достаточно Удобно Найти для себя По Шаговой доступности Что называется Легко Достаточно Соответственно Понимать Что я поеду И буду Соответственно Если даже не разговаривать У меня будут появляться Правильные мысли В нужном Настроении Направлении Это не советы Это просто Понимание Что иногда Я один Не справлюсь Совет Специалистов Работает На определенный Период Я проконсультировался С психологом Сделал Там действия А, Б, Ц Вот А на самом деле Восемь не там Ничего не изменилось Что я должен Теперь искать Другого Следующего Специалиста Мне этот Не подошел Так это работает Да А в действительности Это работает Так Когда ты возвращаешься И спрашиваешь Вот я просил Соответственно Чтобы вы вместе Приехали Вы вместе Не приехали Мы опять Работаем с вами А мне нужен Соответственно Второе лицо С которым Тоже необходимо Начинать Работать Психологу Или психотерапевту Который постепенно Доведет До нужной Информации До его Опьяневшего Ума Да И это Процесс Не быстрый Про планирую Я сказал И важно И потом Проверять Если я составил Какой-то планчик Что я сделал Или сделала Соответственно Как я успокоилась Ну я сходила в кино Я погуляла в парке Я соответственно Записалась на фитнес Вот Спокойно ли я Или нет Я купила Действительно Что в плане У меня было Книгу Зависимости Созависимости Я читаю Эту книгу Вот Я сходила К психологу Два раза И Выписывала себе Важные моменты Проблемы Моей Не его Пока работа Ведется Только с мамой Или с женой В данном случае В семейном клубе Я соответственно Познакомилась Очень хорошие люди У Маши Там аналогичная ситуация Как и у меня Мне очень интересно Как она решала Эту проблему Это совокупно Это сбор информации До того Как начать Соответственно Работать с сыном После плана Есть и важный момент Я проверяю А действительно ли Так Соответственно Спрашиваю Как я Я действительно Отдохнула Я здоровая Я чувствую Лучше Чем Месяц назад И вот Этот самоконтроль Он тоже необходим Для того Чтобы понимать Я все таки Иду в сторону Решения Тех Своих шагов Которые я Запланировала Или нет Я запланировала Прочитать Две книги Прочитала я Эти книги Или нет Вынесла я Нужный материал Или нет Врач Соответственно Какие рекомендации Дал Вот этот Цикл ПДСА Который Обычно Используют В научных Терминах Он нужен Почему? Потому что Я планирую Я делаю Я проверяю И я Анализирую Четвертый шаг Который Вот В совокупности Этих шагов Должен быть Это именно Проанализировать Насколько Эффективно Были Сделаны Запланированные Мной Шаги Соответственно В анализ Войдут Любые вещи Да Действительно У меня Теперь все Хорошо Я действительно Чувствую себя Намного лучше Чем тогда Вот И Соответственно Теперь я Должна Еще Соответственно Улучшить Своё состояние Благодаря Там Поездки Куда-то Съезжу Отдохну Это Уже Следующий Цикл ПДСА Это следующий Шаг Для Соответственно Понимания Что Я должна Быть здоровым Я должна Быть сильным Чтобы Спасти Своего сына Из книги Я поняла Где я недорабатываю Есть недостатки Которые Должны Быть Мной Соответственно Восприняты В работу И Соответственно Я буду Стараться Их Воспроизводить Рекомендации По рекомендации Врача Соответственно Действуют Какие-то Его Конкретные Мероприятия Не делать Еще Так Но Не работают Лекарства Упокаивающие Я Опять же Анализирую Эту ситуацию И понимаю Что Или нужно Советоваться С врачом С другим Или еще С Машей Поговорила На общине Рассказала Соответственно С ней О ситуации Оказалось У меня ситуация Намного лучше Чем у Маши Соответственно Необходимо Понимать Что Где-то Мы Продвинулись Лучше Это В каждодневном Анализе Помогает Человеку Продвигать Решение Тех Проблем Которые Нависли И Очень важный Вопрос Я хотел Это Отрицание Как алкоголик Отрицает Свою Зависимость Что он Алкоголик Что у него Какие-то Проблемы И Этим Самым Он Дает Соответственно Посыл Можно Ничего Не делать Так И близкие Члены Семьи Часто Не признают Свою Созависимость И Мало Того Что Не признают Еще И Говорят А в чем Я виновата А почему Соответственно Так Происходит А если Я с другим Человеком Буду У меня Повторится Эта ситуация С алкоголизмом Или нет В большинстве Случаев Да Повторится И мы Проговаривали С одной Хорошей Знакомой Она Ходит Уже Давно Развелась С мужем Сейчас Продолжает Сходить И стала Писать Независимое Или созависимое Она пишет Я Прихожан Я говорю Ну